Внимание! В каске и со штурмовой лестницей спасатели словно олимпийцы покоряют победные вершины. Со стороны они напоминают нечто среднее между спринтерами и прыгунами шестом. Роман Вагнер представляет татарстанских спасателей. Говорит, спортивное прошлое помогает ему в настоящем. Ребята, которые заканчивают уже спортивную карьеру, переходят непосредственно уже работать по своей специальности. И, как показывает практика, что становятся лучшими пожарными регионов и страны даже. Чтобы доказать превосходство, спасатели со всей страны словно ниндзя взбираются на четвертый этаж. Штыковая лестница и окно – это единственное, что держит спортсмена. В тропях несложно и сорваться. Бывало и такое, но ничего страшного, там же сетка страховочная. Поэтому все предусмотрено. Средним на всю дистанцию у спортсменов уходит около 15 секунд. И за это время им нужно подняться на четвертый этаж. Здесь их ждет судейская бригада. И для точности работают специальные датчики. Когда спортсмены касаются их ногами, время останавливается. Судейский корпус, современные датчики и даже допинг-контроль. Организация, как на Олимпиаде. Благо, сегодня обошлось без скандалов, шутят судьи. Но спортсмены могут снять соревнования не только за употребление препаратов. Фальстарт – первое. Второе – снять окончательное за применение допинга. В соревнованиях небрежный вид. Эти старты – начало большого отбора. Следующие состоятся летом в Уфе. По итогам всех этапов лучшие спасатели войдут в состав сборной России и отправятся на чемпионат мира в Словакию. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова